И почему раньше до этого никто не додумался? SpaceX запустит производство ракетного топлива из двуокиси углерода, выведенного из атмосферы. Илон Маск уже предложил желающим присоединиться к проекту. Насколько он реалистичен? Американская компания SpaceX запускает программу по производству ракетного топлива из двуокиси углерода, выведенного из атмосферы, сообщил в Твиттер основатель компании Илон Маск. В сообщении не говорится, каким конкретно образом компания намерена перерабатывать углекислый газ в топливо. Нет и деталей проекта, не указаны даты его реализации, не сказано, разработана ли уже такая технология. Но предприниматель отметил, что реализация программы может быть полезна для полетов на Марс, атмосфера которого более чем на 95% состоит из углекислого газа. Пожалуйста, присоединяйтесь, если интересно, написал Маск в Твиттере. Ранее миллиардер многократно заявлял о своих планах колонизации Красной планеты. Насколько реалистичен новый проект Маска прокомментировал главный конструктор по спутникостроению частной космической компании SpaceX Rockets Александр Шаенко. Вы можете расщепить воду электролизм, снова пустите водород, снова пустите цикл. Кислот, который вы получаете в качестве продукта электролизма воды, является вторым компонентом ракетного топлива. То есть, если у вас дирог работает на жидком метане, на жидком кислороде, вы можете таким образом получать, приезжая небольшое количество водорода с собой земли. Или, скажем, получение на Марсе, путем электролизма воды, добычей воды или гоника, можете получать на Марсе необходимое для дальнейшего полета ракетного топлива. Это очень важно, потому что вы можете таким образом поставить ракету гораздо более проще, дешевле, меньше. То есть, вам нужно заправить ее на Земле, а надо сядить на Марс, там заправиться из местных ресурсов. Это может довольно сильно изменить космонавтику и сделать ее гораздо более, скажем так, быстрой. Александр Шаенко, конструктор по спутникостроению частной космической компании Success Rockets. Пользователи Твиттера по-разному отреагировали на заявления миллиардера. Сам великий человек, очередная фантазия, вот это замахнулся, почему раньше до этого никто не додумался. Накануне Илон Маск стал человеком года по версии Time. По мнению журнала, бизнесмен значительно влияет на жизнь на Земле и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. Субтитры создавал DimaTorzok